Там, где раньше первоклассники постигали букварь, теперь молодежь танцует, играет на музыкальных инструментах и даже занимается тяжелой атлетикой. Об образовании, конечно, никто не забыл, и учебный процесс идет своим чередом в основном здании 2-й Гавриловской школы. А вот корпус для начальных классов был переоборудован в культурно-досуговый центр. О том, как тратит свою энергию молодое поколение села 2-я Гавриловка, расскажет Павел Филатов. Бытует мнение, что в селах и удаленных районах молодежи совсем нечем заняться. Однако здесь для нее созданы все условия для полезного, а главное, интересного отдыха. Гитары, бас, барабаны и другие музыкальные принадлежности. В культурно-досуговом центре на сегодняшний день есть все для начинающих покорителей музыкального олимпа. За почти десятилетнюю историю существования кружка сменилось уже 8 составов молодых музыкантов. И каждый год под руководство опытного наставника сюда записываются новые дарования. Тут очередь такая, что когда 1 сентября проверяем, то есть ритмические рисунки, все это данные проверяем, а потом уже в общем собрании мы набрали, смотрим, у кого что лучше получается на такой инструмент, у кого рост под бас, например, подходит, у кого ритмический на барабаны. А совсем недавно случился праздник и у любителей драйва и энергичных движений. Чуть больше месяца назад в культурно-досуговом центре открылась секция танцев. По популярности у местной молодежи данный вид искусства занял место не ниже музыки. Уже сейчас сформированы три группы разных возрастов, готовых постигать азы современного телодвижения. У нас эстрадные танцы, то есть это рассчитано на массовость и стили разные. Так мы джаз-фанк танцуем, хип-хоп, но мы это все планируем танцевать. Будем изучать разные стили. Для тех же, кому крепость тела важнее культурных свершений, всегда открыта секция пауэрлифтинга. Местный преподаватель – мастер спорта международного класса. Не дает расслабиться ни на секунду. Но вершин в спорте достигают только так. А результат пусть говорит сам за себя. Из-под ее опеки вышло уже четыре кандидата в мастера спорта. Стараюсь для детей, отдаю все свое умение, навыки. Стараюсь, чтобы они у нас тоже достигли каких-то высоких результатов. Важность культурно-досуговых центров для небольших поселений сложно переоценить. Именно здесь дети получают свои первые навыки и любовь к своему делу, которые в дальнейшем рождают новые рекорды и произведения искусства. Павел Филатов, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей.